Это очень важно, очень важно. Некоторые люди смущаются, потому что, когда им говоришь об учении методу саморегуляции по методу ключ, ну, например, книжку он читает мою, или статью какую-то, или видео смотрит вот так вот, у него в голове возникает некая такая диссонансная ситуация логическая, то есть он же привык к такому, что психотерапия требует, например, рациональной психотерапии, потом там есть элементы гипноза, может быть, интенсивной психотерапии, и много там чего еще есть, да, обычно, обычно. А тут вот метод саморегуляции ключ. Бери и пользуйся. И вот возникает логический диссонанс. Как же так? А где же вот эти проработки глубинные, например, психотравма? А где там доведение до логического понимания каких-то моментов? Так вот, обучение методу ключ как раз таки есть одновременно. Это рациональная терапия, потому что доводится до сознания некоторые простые вещи, на которые ты просто не обращал внимания. Это есть рациональная психотерапия. Например, в объяснениях, что такое метод ключ, что человек имеет в себе природу, творца, это у него геном такой, что в процессе того, как он занимается любимым делом, у него раскрывает свой потенциал, он развивается. В конечном счете он приходит к такому состоянию, когда начинает понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что там, в методе ключ, есть приемы, как инструменты, которые помогают снимать стресс. А когда человек выходит из гипноза, стрессового состояния, когда выходит из этого хаоса мыслей в их порядок, он сам начинает понимать, что и как нужно делать, что такое хорошо и что такое плохо. Но там есть еще другие инструменты. Например, глубинная проработка психотерапевтическая, да? Психотравма какая-то большая, тяжелая. Ну, было какое-то насилие или какое-то, ну, обида там, может быть, была. Сам повел себя неправильно, стыдно об этом думать. Табуировано как-то там подсознание. Боишься себе в этом признаться. Ну, там есть эти инструменты, приемы, ключевая разгрузка, простая. Да, потому она называется ключевая, а не просто так. Ключевая разгрузка. Причем там есть в описании при обучении этому инструменту как раз-таки понятие, как дозировать эту ключевую разгрузку. Например, если нужна глубинная проработка, то ты вместо коротких приемов, например, синхрогимнастики, где по полминуте по минуте, там, хлест упражнения, лыжник, шелтая болтай, плавание, там, холохоп крутить, мнимый, мнимый холохоп, моделирование всего спортзала, без всяких снарядов спортивных. Потому что все в тебе есть. И аптека в тебе есть. Эндорфины, адреналины, все есть. И вот когда ты делаешь разгрузку, там есть понятие дозы. Например, 50 грамм, условно говоря, для храбрости, это короткие приемы. А разгрузка ключевая, доза, это уже 15 минут, может и 20 минут. И там есть правила, принципы подбора индивидуальных приемов, которых ни в каком другом методе, ни в йоге, ни в цигуне, ну, нигде не было, никогда. Это только в методе ключ есть. Ну, и вот интересно. Когда я это объясняю человеку, до него доходит. Ах, вот оно как. А когда я ему говорю, на чем основаны эти новые принципы, правила подбора индивидуальных приемов, вообще удивляется, я ему привожу примеры, например, Ивана Николаевича Толстого, который писал в Анне Каренине, как Лёвин, косил лук, косил лук, и в какие-то моменты чувствовал себя счастливым. И время для него текло по-другому. Он мог целый день работать на этой же лекции, косил лук. Оказалось, его прошло всего немножко времени. Ну, и главное, когда коса нападала на кочку, он из этого счастья выскакивал. А мастер шел впереди него, быстро обрабатывал кочку, и он шел за этим мастером, за стариком. Так вот же, что интересно, Лев Толстой увидел, как крестьяне косят лук, гениальным своим прозорливым умом заметил это и описал в Анне Каренине. И когда я это объясняю, что одно из упражнений в синхрогимнастике по методу ключ является как раз эти упражнения косить, то есть без косы, просто стоишь и вот так делаешь. И самое главное, в ритм войдешь. Если вошел в ритм, то у тебя снимается напряжение. И ты тоже начинаешь чувствовать себя как и Левину Толстого счастливым. То есть, соответствие ритма твоему состоянию, как мама, когда подбирает ритм, покачивая ребенка, он успокаивается. А так как человек по природе творец, то поэтому мы, обучая, как подбирать приемы, одному косить траву, а другому рубить дрова, а третьему пилить, а четвертому вообще какие-то такие дела, движения. И там есть критерии, как подобрать прием по скорости автоматизации начатого действия. Это как раз таки принципы, правила и критерии, да и индивидуального подбора, чтобы ты сам мог подобрать себе то, что тебе нужно. Вот это и есть примеры. Например, Агата Кристи писала свои все произведения, когда мыла посуду. То есть она делала повторяемые действия, которые снимают напряжение, как мама качает ребенка. Так ты, когда нервничаешь, ходишь туда-сюда по комнате или ногой качаешь, или пальцами стучишь. Вот такими объяснениями и такими примерами. Например, как Пушкин, когда задумывался, как писать. Вдруг какой-то момент напряжение, да? А он рисовал женские головки на полях всех своих произведений автоматически, то есть снимал лишнее напряжение. Вот это все принципы, правила, критерии подбора индивидуальных действий, для снятия напряжения, дозирования. Да, и, конечно, рациональная беседа это все же, все же есть, так сказать, психотерапия. Рациональная беседа, приемы, как инструменты. Да, это много чего есть в методе ключ. А даже есть ключ-2, как использовать пихи напряжения. Например, ты потягиваешься утром, пихи напряжения создается. В этот момент о чем надо подумать, чтобы целый день был хороший. Много там чего есть. Поэтому и нет теперь никакого диссонанса. Метод ключ это простой, когда ты знаешь, как им пользоваться. Но, когда ты не знаешь, ты инстинктивно его и сам делаешь, потому что ты ходишь туда-сюда по комнате, ногой качаешь. Метод ключ этот способ перевести на уровень сознания то, что ты сам делаешь бессознательно. Но, когда ты переводишь с помощью упражнений, которые основаны на твоих же инстинктивных действиях, которые помогают снимать тебе нервно-психическое напряжение и выходить на состояние творческое, когда ты это делаешь сознательно, потом ты научаешься одним волевым желанием регулировать свое напряжение уже без помощи приемов. Да, это очень интересно. Так что занимайтесь методом ключ, читайте книгу, это будет одновременно рациональная психотерапия, одновременно узнаете принципы правил и приемы, критерии подбора индивидуальных упражнений и дозировки. И скоро будет у нас вебинар для детей и родителей, детей и школьников. Да, очень важно сейчас времена смутные, напряжение высокое, вирусы всякие, аллергии всякие, утомляемость. Очень важно, чтобы пришли на вебинар. Да. А еще у нас будет скоро-скоро уже выходит книга «От страха к свободе». И там тоже все это будет. И смотрите наш сайт stress.su и второй сайт hosai.ru и ютуб-канал «Время от времени» там очень много у меня роликов. Смотрите, и вы научитесь управлять своим состоянием. Сегодня это очень важно. Очень важно. Вы потом поймете это очень важные уроки, которые вообще должны быть в любой школе как базовый урок. Урок самопознания. Да, друзья, до встречи. «Все» «Все»